МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...помощью интуиций и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Голяныч! Накануне вечером хозяин квартиры, банщик Николай Барков и его сосед Егор Неумывака крепко выпили. Поссорились, гость помню. Он заснул на кровати. Голяныч! Голяныч! Утром обнаружил. Барков убит, а у него самого руки в крови. Неумывака пришел в ужас. Он убил соседа. Этим топором Николай Барков обычно рубил дрова. Им же его и убили. Когда друзья детства выпивали в квартире одинокого Баркова, соседи знали, обязательно поругаются. О покойном банщике говорили, что он хитрый и сам себе на уме. Неумывака же был тихим, незаметным и покладистым. Но выпив, становился агрессивным. В ту ночь привычная ссора закончилась убийством. Увидев, что натворил, Егор Неумывака сам пришел в милицию. В квартиру вернулся в сопровождении опергруппы. Дело казалось заурядным, но очень скоро выяснится, что к убийству Баркова его собутыльник не имеет никакого отношения. На первый взгляд, ясная картина оказалась сложнейшей головоломкой. И разгадал ее опытный сыщик Федор Иванович Силантьев. Даже видавшим виды оперативникам стало не по себе. Квартира Николая Баркова была буквально залита кровью. Здравствуйте. А вы кто? Где Калюня? Кто вы? Здравствуйте. Я Полина Ерофеева, сестра Калюни. Сам-то он где? Убили вашего брата Полина Устиновна. Боже мой. Я ему метку принесла. А вы часто бывали у него, у брата, в доме? Подскажите, может, пропали какие-то ценные вещи? Какие у Калюни ценные вещи? Ну, все же. Полина Ерофеева рассказала, младший брат жил бедно, но когда выпивал, хвастался, что у него много денег и золота. Сестра убитого показала, где брат хранил свои небольшие сбережения. Деньги были на месте. Попейте водички. Вы говорили, что ничего не пропало. Выходит, его ни за что убили. Часы при нем были. Какие часы? Кругленькие. Калюни их в кармане носил. На цепочке. Квадратиками цепочка. Леонид Федосеевич. Да, Михеев. Тут след какой-то странный. Что? Там? Оперативник Григорий Михеев обнаружил необычный кровавый след от сапога. Обувь убитого Баркова и его собутыльника Неумывака была подбита обычными подковками. Тут две железные на каждом каблуке. Они образовывали прямой угол. Вы не знаете, у вашего брата были сапоги с двумя металлическими подковками? Нет, Калюни у нас простой парень был. Может, где-то у знакомых видели? Никогда. Стало понятно, что кроме Баркова и Неумывака в доме был еще один человек. Был он здесь после убийства. Иначе не оставил бы кровавые следы. Человек, который оставил следы в доме Баркова, мог быть убийцей банщика. Егор Неумывака не помнил, как держал в руках топор и как разрубил голову своему собутыльнику. Сестра убитого рассказала, гости у брата были очень редко. Откуда начать поиски возможного убийцы, подсказал звонок. В милицию обратился начальник Баркова. Он сказал, что знает, кто убил его подчиненного и попросил оперативника о встрече в бане. В конце 50-х годов в городах личные ванны с титанами, которые топили дровами, имели только жители немногочисленных новостроек. Об этом помните у Маяковского? Все хорошо, но больше всего мне понравилось это. Это белее лунного света, удобнее, чем земля обетованная. Это, да что говорить об этом, это ванная. Проблема гигиены решалась с помощью общественных бань. Один день в неделю выделялся для солдат. Тогда в баню с утра до вечера с троем шли военнослужащие местных гарнизонов. Остальные дни были штатскими. В банях были мужские и женские отделения. Конечно, походная баня не могла вместить сразу всех желающих. Но студенты найдут выход из любого положения. Но существовали специальные кабинки, кабинеты, номера, ванны. Их называли по-разному. Помыться в помывочном отделении стоило 15 копеек с человека. В ванне была повышенная комфортность. Там за час помывки могли и рубль взять. Но попасть в ванну было очень трудно. Обычно туда ходили семьями. И для того, чтобы банщик пустил мужчину и женщину, нужно было показать паспорта со штампами о браке. Впрочем, оборотистые люди легко решали эту проблему с помощью личного вознаграждения тому же самому банщику. Ну, вот там у нас коптерка Баркова. Ничего не трогайте, мои ребята придут, посмотрят. Ясное дело. А вы у нас раньше бывали? Не довелось. Так, может, загляните как-нибудь? Номерочек отдельно организуем. Давайте по делу. Ну, если по делу, скандал у нас тут накануне произошел. Рогоносец с топором гонялся за женой с любовником. А банщик тут при чем? Ну, в том-то и дело, что банщик как раз и при чем. Разгневанный мужчина обвинял банщика в том, что он за деньги нарушил инструкцию. Пустил замужнюю женщину с любовником в отдельный номер. Иди сюда, выродок. Отпусти! Я стоять порубаю! Говори! Ты документы у них смотрел? Или они тебе на карман доли? Говори! Даже башку снесу! Говори, падла! Отпусти! Почему раньше в милицию не заявили? Человек с топором бегает по бане, а вы ни слова! Ну, народ у нас дружный. Топор сообща отобрали. Думали, справимся сами. Фамилия? Чья? Мужа Рогатова. И покажите мне коптерку Баркова. Лично опечатаю. Бардак тут у вас. Обманутым мужем оказался Борис Мурзин, водитель воинской части при аэродроме. Характеристика у него была неровная. Водитель хороший, но характер вспыльчивый. Выяснилось, что Мурзина несколько раз уличали в краже бензина. Сейчас он на больничном. Позвонил командиру и сказал, что упал с крыши сарая. Произошло это утром, сразу же после убийства Баркова. Оперативник Федор Силантьев получил санкцию на задержание Бориса Мурзина и проведение обыска по месту его жительства. Борис Мурзин встретил сотрудников милиции на костылях. Сарая сковырнулся, выпивши был. А в бане что делали? Мылся, вон с ней вот. А топор вместо мыла захватили. Хватит врать, Мурзин. Сапоги ваши? Мои, конечно. Но только сейчас мне, как в той песне. Хорошо тому живется, у кого одна нога. Ему пенсия дается. И не надо сапога. Не налазают сапоги-то. Товарищи, проходите. Кстати, о сапогах, товарищ капитан. Взгляните. Почему каблуки оторваны? Ну так, один отодрал, когда падал. А второй сам оторвал, они старые были уже, стоптанные. Я все в ремонт собирался снести. Наши сапожники определяют, что там за каблуки были. Сапоги возьмем с собой. Давай. Пойдем. Не трожьте его! Гражданочка, у вас постельный режим. Расслабьтесь. Что вы мне шьете это хоть? Можно спросить? Всему свое время. Боренька! Гражданка, отдыхайте! Гражданину Баркову, банщику, грозились голову отрубить. Да кто Барков-то этот? Не прикидывайтесь дурачком. Свидетели видели, что вы ему угрожали. А вчера ночью он был убит. Где вы были вчера ночью, а? Мурзин явно что-то скрывал. Надо было выяснить, имела ли его тайна отношения к убийству Баркова. Красивая картина получается. Люди видели, как вы грозили банщику топором голову отрубить. Это произошло. Грозился. Но только это не я. Мой топор, он в машине лежит. Жена, конечно, подтвердит, что вы дома спали, а утром в сарай они вернулись. А жена что, не человек? Ее слово «веса» не имеет уже. Выгораживать вас будет, а мы соседей опросим. Лады, скажу. А то и прям закроете за чужое дело. Этой ночью я бензин сливал. А остаток ночи у Зазнобы своей провел. Она там недалеко от аэродрома живет. Утром в темноте выходил, каблуком зацепился. Упал. И каблук оторвал, и ногу он подвернул. Этот каблук нашли во дворе дома любовницы Мурзина, Нины Перепелицы. Именно у этой женщины Мурзин провел остаток ночи после кражи бензина. Алиби Мурзина подтвердилось. Он не имел никакого отношения к гибели Баркова. Новые зацепки оперативники рассчитывали найти во время обыска в рабочей коптерке убитого. Она до сих пор была опечатана. Осмотр коптерки Баркова проходил в присутствии директора бани Никиты Чухонцева. Опа. Товарищ директор, это что такое? Тетрадь. Да? Я вижу, что тетрадь. Вы эту тетрадь видели когда-нибудь? Барков иногда с ней ходил. Не знаю, учет какой-нибудь вел там. Полотенце, мыло. Сейчас мы поглядим, что это за учет. Федор Иванович. Рыжий, лысый, кабан, понедельник. Что это за рыжая и лысая мыло, чухонцы? Я не знаю, может он шутил так. Некогда шутить. Правду надо рассказывать. Ловко вы нас навели на Мурзина с его топором. Что вы скрываете? Да нечего мне скрывать. Моя милиция меня бережет. Все как на духу расскажу. В общем, дела он крутил разные. Что за дела? Я сто раз его предупреждал. Барков иногда зарабатывал шантажом. Грозился выдать начальству или жене, кто кого больше боялся. С постоянными клиентами он, конечно, этого не делал. А с залетными всегда пожалуйста. Не застал, срочно позвони, падла. Вы знаете этот телефон? Чей он? Понятия не имею. Будем выяснять. Номер телефона проверили в тот же день и выяснили, что он числится за Константином Пушковым, заместителем военкома области. Какие дела связывали убитого и зама военкома предстояло выяснить. Но, судя по записке, отношения этих двоих были, мягко говоря, натянутыми. Здравствуйте. Здравствуйте. В военкомате капитан обратил внимание на мужчину, который разгуливал по коридору и был одет не по уставу. Неизвестный зашел в кабинет с табличкой Пушков. Именно он и нужен был капитану. Однако Силантьев не спешил. Чтобы больше узнать об этом человеке, оперативник направился в другую дверь. В кабинет начальника военкома. Здравия желаю. Капитан Силантьев. Уголовный розыск. В своей квартире убит банщик Николай Барков. Мужчине проломили голову топором. Тело обнаружил друг убитого Егор Неумывака. Накануне мужчины выпивали. Что было дальше, собутыльник не помню. В доме сыщики обнаружили кровавый след от сапога, подбитого железной подковкой. Он не принадлежал ни Баркову, ни Неумывака. В бане, где работал убитый, удалось выяснить. Незадолго до смерти водитель воинской части Борис Мурзин грозился отрубить банщику голову. Тот пустил его жену с любовником в отдельный номер. Как оказалось, Барков иногда зарабатывал шантажом. Грозился выдать неверных мужей. В его коптерке нашли записку с телефонным номером, который принадлежал заместителю военкома области Константину Пушкову. Здравия желаю. Капитан Силантьев, уголовный розыск. Предплечье развивайте. В здоровом теле. Сами знаете. Садитесь. Спасибо. Что это угро от нас надо мной? Ваш заместитель Пушков. И что он опять натворил? Не понял. Военком рассказал, Пушков – постоянный источник неприятностей. Раньше это ему сходило с рук. Его тесть – большой военный начальник. Но теперь Пушков останется без высокого заступника. Интрижка с машинисткой случилась. Жена бате пожаловалась. Ну и выгнала жеребца из него. Теперь понятно, почему он в коридоре в майке ходит. Мне вот нужно поговорить с этой машинисткой. Да. Сейчас. Охрименко ко мне. Бегом. Сурова вы к ней. Заслужила. Слышно как. Бежи. Разрешите, товарищ полковник? Входи. Вот, товарищ Силантьев. Здравствуйте. Из милиции. Он тебе все расскажет. Присаживайтесь. Любите в баньке попариться? Капитан Силантьев дал понять. Ему известно, что машинистка ходила в баню с женатым заместителем военкома. Более того, он понимал, банщик каким-то образом шантажировал зажиточного Пушкова. Да, все правильно. Банщик этот, морда похабная, подглядывал за нами. Как? В щель. Кость! Лид! Да? А я тебе сейчас скучно сделаю. Кость! Что? Там кто-то смотрит. Где? А ну, пошел вон отсюда! А ну, пошел! Я закричала. Пушков, в чем мать родила, выбежал в коридор с банщиком этим разговаривать. А этот сказал, что все жене расскажет. За молчание денег потребовал. Ну, так он дал деньги банщику? Нет. Он сказал, что убьет, если тот проболтается. В итоге, жена Пушкова узнала о измене, а банщик был убит. Нет, вы не подумайте. Это могли даже наши бабы из военкома рассказать. Костя, он добрый. Он не мог убить. Проверим. Зингиварян непрерывно атакует. Адам в нокдауне. А это только начало первого раунда. Силантьев решил не говорить с Пушковым в военкомате, а вызвать его к себе. Здравствуйте. Садитесь, гражданин Пушков. В чем, собственно, дело? Баркова-банщика. Помните? Да уж. Убили гражданина Баркова. Ну, по делам, значит. Мотив убить Баркова у вас был. У меня. Вы что думаете, что из-за этой гниды я хочу в тюрьму сесть? Но он же вас шантажировал. Обещал сообщить жене о ваших связях с Ахрименко. Ну, и что? И что? Товарищ Пушков, не буду юлить. Мне прекрасно известно, что своей должностью вы обязаны тестю. И вы туда же. Да что вы прицепились к моему тестю? Вы что думаете, что и воевал он вместо меня тоже, а? Где вы были в ночь на 30 ноября? На 30 ноября... На 30 ноября я... У машинистки был. У Лидочки. Ну, вы же понимаете, это плохое алиби. Какое есть. Хорошо. Снимайте сапоги. Че? Снимайте! Или в тюрьму захотели? В 40-х-50-х годах обуви в стране катастрофически недоставало. Даже самую старую пару сапог не выбрасывали, а несли в мастерскую. Поэтому новую обувь подбивали металлическими подковками. Железные набойки на подошве стали использовать на рубеже 19-го и 20-го веков. Особое распространение подковки получили среди военных. Подошва укреплялась по периметру гвоздями с широкими шляпками, а каблуки – металлическими пластинами. Таким образом металлом покрывали почти всю поверхность подошвы, что делало обувь практически неснашиваемой. У таких сапог был только один недостаток. Зимой железо примерзало к земле. Но дороговизна обуви и желание сохранить их подольше заставляли людей ставить подковки на каблуки до середины 70-х годов. Сапоги подполковника Пушкова были подбиты обычными подковами, но новыми. И каблуки были новыми. Силантьев понимал, после убийства Баркова прошло время, каблуки можно было заменить. Оперативник и эксперты отправились в опечатанную квартиру убитого. Там остались кровавые оттиски не только подков, но и носков сапог. Предстояло выяснить, могла ли это быть обувь зам военкома Пушкова. Ну что, ходил тут Пушков или нет? Не торопитесь, а тут после нас кто-то был. Да они должны были. А что? Как будто изменилось что-то в обстановке. Стой! Неизвестный пришел в себя не сразу. Участковый его узнал. В дом убитого банщика проник мелкий воришка Царенко. Ну, расскажи, дорогой Царенко, как ты тут оказался и заодно как банщика убил? Убивал? Вы чего? Я никого не убивал. Поднимите его. А что ты тут делал, дружок? Ну, я это, запонки пришел свои забрать. Я ему за копейки отдал, вот. Этот банщик, он вообще у всех любил золотишко за бесценок скупать. Ну, больше дать не могу. Накинь чуток, хоть пару рублей. Вещь стоящая, ты копейки платишь. За это? На, забирай. Ладно, по рукам. Барков никогда не покупал золото у благополучных людей. Ведь тогда пришлось бы платить справедливую цену. А тебе, я вот думаю, ну, зачем ему мои запонки? Он что, их с собой в роб заберет или что? Вот и пришел бы. Понятно. Уведите. Встать! Позвони ребятам, пускай приедут. И займись понятым. Слушаюсь. Пошел. Проморгали мы. Если он золото покупал, то значит, где-то здесь тайник есть. Да, проморгали. Сестру послушали. Брат жил бедно. Ничего будем искать. Решите, товарищ капитан. Заходите. Вот, понятые. А Царенко я вашим передал. Приехали уже. Товарищи понятые, вы должны смотреть очень внимательно. Ребята, ну, давайте искать. Только не так, как в прошлый раз. Оперативники приступили к осмотру места преступления. Нужно было найти драгоценности или золото. Но ничего ценного в доме не было. Отодвинув в вазон, оперативник обнаружил следы от грязи. Грязь какая-то натекло, когда цветок поливал. Поначалу на это не обратили внимания. Но под вторым горшком с растением следов грязи не было. А тут грязи нет. Сыщики решили проверить, в чем причина. Сейчас поглядим, что это за грязь такая. А ну, давай поднимем. Под вазоном они обнаружили тайник. Ух ты. Товарищи понятые, смотрите очень внимательно. В доме убитого банщика так и не нашли драгоценности. Скорее всего, вор их унес. В тайнике остались только дойч-марки периода оккупации. В 58-м году они ничего не стоили. На крышке тайника торчал гвоздь. И тот, кто вскрыл этот тайник, поранился. Результаты экспертизы показали, группа и резус не совпадают с кровью подозреваемых. Она не принадлежит ни Егору, ни Умывака, ни Олегу Царенко, ни заместителю военкома Пушкову. На одной из купюр было написано имя Петруха и цифра 500. Понятно, что тайник служил банщику долго, со времен войны. Возможно, и тайна его гибели крылась в далеком прошлом. Капитан Силантьев разыскал человека, который помнил банщика со времен оккупации города. Анна Макаровна Уварова в войну работала уборщицей в бане. И этого вашего Баркова видела чуть ли не каждый день. Как его охарактеризуете? Да мы его Хвостиком звали. А почему Хвостиком? Он же перед немцами, как хвост собачий, крутился. Все баб поставлял им под стилок последних. Значит, сотрудничал с немцами? Так они банщика больше уважали, чем полицаев. Это как? Да не брал я, не брал! Часы отдашь, жить будешь. Не брал я! Молчишь? Я тебя сейчас шлепну. А нычку твою без тебя знаю. Банщик Барков обворовывал полицаев во время их оргий в бане. Брал немного, чтобы не заметили. Однажды прихватил дорогие часы старшего полицая Петра Кушнерюка. Старший полицаи Кушнерюк собирался привести свою угрозу в действие. Но на счастье Баркова в коридоре оказался ефрейтор Мануэль Шульц. Он ненавидел Кушнерюка. Господин офицер, я тебе сказал бей! Либо ты сейчас будешь бить этот русский швайнер, либо я тебя расстрелять! Бей! Ай! Швайн! Но! Ваш! Ваш! Сопливый немецкий ефрейтор получал удовольствие, унижая взрослых здоровенных мужиков, которые и пикнуть боялись. Русские свиньи! Петр Кушнерюк, правильно я записал? А они потом общались с банщиком? Ой, потом все перевернулось. Немцы сворачиваться стали. А Петруха Кушнерюк сгорел. Петра Кушнерюка? Петрухой стало быть звали. Угу. Петрухой. Спасибо. До свидания. До свидания. В областном архиве Силантьев нашел фотографии с места пожара. Вот они, сгоревший дом и обугленное тело. Разумеется, никакого опознания, а тем более расследование в те годы не проводилось. Означало ли убийство банщика, что полицай Кушнерюк не погиб, а пересидел где-то в тихом месте и вернулся? Оперативник взял старое фото полицая и обошел с ним соседей погибшего. Похожего человека действительно видели. Он крутился у дома банщика и еще в одном месте. У двора пенсионерки Башко. В прошлом она никак не пересекалась с полицаем. Зато в доме, в котором жила пенсионерка, во время войны жила тетка Кушнерюка. Сейчас вам фотографию покажу. Посмотрите, вот этот. Да, крутился тут этот. Что хотел, непонятно. Я так понимаю, в этом доме у него мог остаться тайник. Какой такой тайник? Да, с войны еще. Оперативник задумался. Если бывший полицай убил банщика, то что могло остановить его на пути к тайнику в доме пенсионерки? А скажите, а вы сама живете? Сама. Но две недели гостила у меня внучка с мужем. Он тоже милиционер. Ну да. А давно вы ехали? Утром. Послушайте, у меня к вам будет одна просьба. Какая? Деликатная. Сразу же после разговора с оперативником Михеевым, Тамара Блажко вышла из квартиры с небольшим чемоданом в руках. Громко сказала соседкам, что едет на два дня к сестре в Таганрог. О том, что в доме остались оперативники, разумеется, никто не знал. В своей квартире убит банщик Николай Барков. Мужчине проломили голову топором. Тело обнаружил друг убитого Егор Неумывака. Накануне мужчины выпивали. Что было дальше, собутыльник не помнил. В доме сыщики обнаружили кровавый след от сапога, подбитого железной подковкой. Он не принадлежал ни Баркову, ни Неумывака. В бане сыщикам рассказали, что Барков зарабатывал шантажом. Требовал у неверных мужей плату за молчание. В доме банщика сыщики обнаружили тайник. По всей видимости, пользовался он им еще со времен войны. Ничего ценного в нем не было. Во время оккупации убитый тоже работал в бане. Обворовывал немцев и полицаев, пока те парились. Один из полицаев, Петруха Кушнерюк, хотел с ним за это поквитаться. Накануне гибели банщика, похожего на Кушнерюка, мужчину, видели около дома, в котором он, вероятно, спрятал награбленное во время войны добро. Стоять! Не двигаться! Уголовный розыск! Гады! Фонарик на стол. Петр Михайлович Кушнерюк собственной персоной. А вот часть гражданина Баркова. Точнее, Кушнерюка, который Барков у него украл. Вор у вора дубинку украл. Да по нему давно тюрьма плакала по вашему Баркову. Не стану говорить, Кушнерюк. Ну, по вам тоже виселица плачет. У Кушнерюка были свои собственные тайники. Спустя годы полицай вернулся за награбленным в годы войны. Каблучок, покажите Кушнерюк. Еще чего. Как хотите. Уводим, ребят. Сапоги задержанного были подбиты двумя подковками. И без экспертизы было видно, именно они оставили кровавый след. В номере гостиницы на окраине города, где под именем Кирилла Махова жил Петр Кушнерюк, нашли много золотых изделий, избитых в комки золотых зубных коронок. Экспертиза подтвердила, что кровавые следы в квартире Баркова оставлены сапогами Кушнерюка. Его группа крови совпала с кровью на дойчмарках из тайника. Карманные часы опознала сестра убитого Полина Ерофеева. Собранные следствием вещдоки неопровержимо доказывали вину Петра Кушнерюка в убийстве Николая Баркова. По экспертизе все сходится. Вам все понятно. Кушнерюк. Последил. И давно. Со времен войны. Дело прошлое. Ответить придется за все. Кушнерюк. Молчанку играть будем? А мне без разницы. Вышка есть вышка. Но сгорел в доме не я, конечно. Давно задумал убить и сжечь вместо себя другого человека. Когда Шульц издевался над нами, понял, пора. Похожего на себя человека отыскал в пригороде. Звали Кирилл Махом. Работал на железной дороге. Я его когда увидел, за этот шанс как за веревку ухватился. Кушнерюк остановил Махова после работы. Потребовал документы. Отобрал и приказал идти с ним. Привел домой и там задушил веревкой. Когда Махов был уже мертв, он облил комнату бензином и поджег дом. Привел домой и там задушил веревку. А почему вы были уверены, что никто не заметит подмены? Немцы уже лыжи навострили. И мне все равно, кто сгорел. Что потом было? У вас же был тайник. Почему вы заранее не забрали золото? Из-за этого Ганса, который нас с Юрченко на колени поставил. Пришлось быстро бежать. Все планы спутал. Я уехал в Красноярский край, там устроился на работу. Объявил, что потерял документы и получил новую уже со своими фотографиями. Теперь вернулся. Хотел забрать драгоценности из тайника. А тут в бане встретил этого Баркова. Приехав в Ростов, Кушнерюк зашел помыться с дороги в баню. В помывочном отделении блаженствовал на полоке, когда увидел ненавистного ему Кольку Хвостика, Николая Баркова. О, гляди, Колька приперся. Что он тут забыл? Или все свои стойла кобылами загрузил? Колька, сволочь. Но имеет, нам с тобой столько и не снилось. В общем, себя вы не выдали. Да эта скотина на людей в бане и не смотрела. Что потом было? Золото и деньги у него были, я это знал. Решил сначала с ним поквитаться, а потом к бабке наведаться. У него милиционер с бабой какой-то были. Родня вроде. Сидел за ним два дня. Оба вечера он пьянствовал с каким-то мужиком. Егором его называл. И спал тут Егор в его квартире. Тогда я и придумал, как выбраться сухим из воды. Кушнерюк еще с войны хорошо знал, где Барков хранит ценности. Как-то он принес банщику домой золото, а тот напоил полица. Барков решил, что Кушнерюк заснул и стал прятать золото. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А вашими сомнительными подвигами во время войны будут заниматься другие люди. Уведи его, Гриша. Петр Михайлович Кушнерюк прожил в камере три дня. На четвертый день утром его обнаружили мертвым. Вскрытие установило, он умер от асфиксии. Наиболее вероятная версия – сокамерники вдушили бывшего полицая подушкой. Отпятые уголовники клялись, что новичка никто не трогал. Просто лег человек спать и умер во сне.